Не доказано, но научно обосновано Всемирный день прав потребителей Управления областного распотребнадзора. Началось пресс-конференция на тему «Исключить антибиотики из меню». Законодательство по этому поводу в России ужесточается. Представители надзорного органа объяснили почему. Антибиотики не только спасение, но и серьезные угрозы человечеству, утверждает ряд западных и российских ученых. Точнее, угроза не сами лекарства, а их неконтролируемое применение. И дело не только в самолечении россиян, применяющих мощнейшие препараты от, например, простуды. Антибиотики сегодня в ряде стран используют и для стимуляции роста сельскохозяйственных животных. Препараты концентрируются в мясе и молоке, которые отправляют на продажу, с отходами жизнедеятельности попадают в почву. Наряду с очевидной пользой от целенаправленного применения антибиотиков как лекарственных средств, сегодня убедительно доказано, что существуют их побочные отрицательные эффекты на организм. Это в первую очередь формирование антибиотикорезистентности к возбудителям пищевых инфекций. Проще говоря, бактерии вырабатывают защиту от воздействия этих мощных препаратов. В результате простейший порез может оказаться смертельным. К этому стоит прибавить возможность появления аллергических реакций и нарушения микрофлоры кишечника. Однако с такой точкой зрения согласны не все. США, например, настаивают, что применять антибиотики в целях снижения заболеваемости животных в современных условиях просто необходимо. Китай же утверждает, что не откажется от препаратов, пока население страны не будет обеспечено мясом. Россия придерживается взглядов даже более жестких, чем европейские. И по отдельным показателям нормы ужесточает. Выявить присутствие антибиотика в продукте можно лишь в лабораторных условиях. В прошлом году Управление Роспотребнадзора по Мурманской области провело 10 таких проверок. Товаров нарушителей не нашли. Пока ученые спорят в поисках истины, а Россия ужесточает нормы, мурманчане считают, что лучше обойтись без добавок. В еде это очень вредно. Потому что если вы заболеете, то потом уже будет проблема. Вам ни одни аптечные антибиотики не помадут. Зачем антибиотики, например? Надо натуральный продукт, с которым... Не обязательно, потому что организм привыкает, мне кажется, к ним. И потом уже они бездействия становятся. Не знаю, не могу сказать почему. Ну, вроде вредны. К слову, в Заполярье и без антибиотиков проблем хватает. В прошлом году, например, сотрудники Роспотребнадзора забраковали 381 партию некачественного сырья и опасных для здоровья пищевых продуктов. 77% из них составил импорт. Чаще всего требованиям не соответствовали заграничные рыба, мясо и яйца.